После того, как полуторагодовалую Настю поместили в группу со здоровыми детьми, она стала быстрее развиваться, отмечают воспитатели. Стала более подвижной, любознательной, а скоро, наверное, сделает свои первые шаги. Ребенок с синдромом Дауна, ему очень тяжело воспитываться в условиях тех, когда все дети одинакового возраста. То есть кормление, сон, кормление, сон, когда у нас в грудничках была. То есть человек привели к нам, где у нас дети находятся разный возраст. То есть она на старших уже ориентируется и с маленькими контактирует. То есть мы ее перевели уже на более старший возраст. Проживание малышей с ограниченными возможностями вместе со здоровыми – новое слово в работе Усольского областного дома ребенка. В стенах этого учреждения реализуется проект, разработанный специалистами Санкт-Петербургского университета. Он называется «Как дома». В экспериментальной группе дети разных возрастов – от грудничков до трехлетних малышей. Нововведение коснулось и количества воспитанников в группах, не больше семи. Детей не переводят из групп в группу. Дают им возможность привыкнуть к воспитателям и друг другу. Это основной принцип формирования близких отношений, формирования личности ребенка, его защиты, его комфортности. Он знает, что у него есть близкий человек, который о нем заботится, которому он нужен. И, в общем-то, вот это основная цель. Это и есть, чтобы создать максимально приближенные условия к семейным формам проживания. Как отметила зампредседателя областного правительства Валентина Вобликова, скорее всего, опыт Усольского дома ребенка будет распространен и на другие такие учреждения Иркутской области. Чем ближе к семье, тем лучше. Хотя, конечно, самое хорошее – это семья настоящая. У нас сейчас находится 76 детей, 12 детей по временному, то есть в трудно-жизненной ситуации. Из показателей прошлого года у нас 16 детей вернулось в семью и 32 ребенка ушло под опеку. То есть всего наше учреждение рассчитано на 80 детей. Сейчас готовится программный документ, который позволит развиваться в том числе и этой новой экспериментальной полусемейной форме содержания детей в детских домах. Он рассчитан на 2012-2017 годы. Вся стратегия действий в интересах детей и все планы, которые мы сейчас принимаем, они направлены именно на это. На то, чтобы каждый ребенок приобрел семью и самое главное, наверное, для того, чтобы вообще вот такая ситуация просто не возникала. Для того, чтобы мы профилактировали вот это социальное сиротство в самом его зачатке. Когда мы увидели, что у семьи возникает какая-то проблема, стараться ей помочь. Помочь вовремя. Один из главных вопросов, который необходимо решить при переходе на новую форму содержания воспитанников, это перепланировка. Здания детских домов строились большими спальнями, игровыми комнатами, другими помещениями. Сейчас курс на камерность и домашний уют. Туяна Немаева, Александр Барановский. Новости сейчас.